Я много писала о творчестве Лени Рихеншталь, нацистское искусство как таковое, собственно, не существует, потому что то, что они взяли на вооружение, было ими присвоено. Не они сочиняли древний германский и скандинавский эпос, не ими были придуманы Боги Один и Тор, и даже не они написали оперы Вагнера, которые ни про каких нацистов не думал, не гадал, и пьесы гебеля не они написали, и уж никак они не писали за Гауптмана. И никак нельзя сказать, что именно эти ребята придумали Шамбалу. Это до них придумали, и совсем не в этом квадрате. Поэтому нацисты были абсолютно бесплодны, в общем, так же, как сталинское искусство. Недаром же Сталин пригрел Пастернака и таскал его по всем международным форумам, понимая, что его мразь, которая готова там за любое подписаться и его словословить, ну, это не искусство. Он понимал, что Ахматов – это искусство, что Пастернак – это искусство, до него такие вещи дошли элементарные, и что Энзенштейн – это искусство. Не знаю, понимал ли это Гитлер, они не истребляли искусство так, как галтело, как в Советском Союзе, то есть Мандельштама на их счету нет. Они его использовали, брали стихи, которые им казались подходящими, не спрашиваю авторов согласия, у Вагнера, по-моему, было поздновато спрашивать согласия, можно ли использовать его оперы или нет. Мы, сыны, вот она. Они вот она спросили, чьи они сыны. Сукины они были сыны, а не вот она. Что касается Лени и Финшталь, то, по-моему, это был совершенно гениальный арт-проект, и «Олимпия», и «Триумф воли» – это абсолютно документальная правда. И она использовала нацистскую машину, денежную в основном, для того, чтобы сказать то, что ей хотелось сказать. И если бы этот фильм «Триумф воли» вовремя посмотрели в Европе и в Соединенных Штатах, внимательно бы посмотрели, им бы стало страшно. Каждый раз, когда я смотрю этот фильм, я думаю, что уже не нужно никакой антигитровской кориции, там всё сказано. Что начинается ужас, что начинается мракобесие, что вот именно это единство, этот фанатизм, эти улыбающиеся молодые ребята – это кошмар. Так же, как «Олимпия» – это кошмар. То есть «Триумф воли» – уж не знаю, нацисты, может быть, на эту вещь купились, им показалось, что их успевают. Но в умах любых нормальных людей, в том числе тех, которые привыкли к западному индивидуализму, для которых это дикость, это был месседж, это было послание о том, что надо срочно что-то делать. Причём совершенно объективно. И мне кажется, что это даже убедительнее, чем великий диктатор Чарли Чаплина, потому что это страшнее. Я этот фильм смотрела, покрываясь холодным потом. То есть его надо было вовремя смотреть. А ведь это 1934 год. Надо было вовремя смотреть в Штатах, надо было вовремя смотреть в Великобритании. Всё это ещё можно было остановить. Поэтому нацисты взяли это на вооружение. Но Лени Рифеншталь также не виновна в пропаганде нацизма, как не виновен был в пропаганде сталинизма Эйнсенштейн, который тоже создал такой кошмарик, пляску опричников под личинами. И то, что вот он там показал, это был памфлет. И, по-моему, Сталин даже догадался. Он не уничтожил, но он лишил своего благоволения. Положил на полку. У Гитлера такие вещи на полку не клали. Это не Томас Манн, который просто уехал из Германии, не Ремарк. Но то, что это существовало, и то, что там не прибавлено ни одной буквы, и не содержится никаких лозунгов, мне кажется, что Лени Рифеншталь пыталась предупредить мир. Вот тот случай, когда я с тобой совершенно не согласен, Лерочка. Значит, если бы у Лени Рифеншталь была такая задача, она бы и это артикулировала. У неё была другая задача – впитаться, стать полезной. У нас с тобой перед глазами есть очень талантливый художник Никита Михалков. Ну, далеко ему до Лени Рифеншталь. Ну, это неважно. Талантлив. Был. Был, есть. Это тоже субъективно всё. Вот его творчество, оно отделяется от его выступления? Отделяется от его политической позиции? А что ты называешь творчеством? Фильм 55. Это как? Фильм 55. Это творчество? Свой среди чужих. Нет, это так гораздо раньше. Нет, ну, Лер, это неважно. Он это отдаёт на службу режима. Он отдаёт это на службу идеологии. Он это, как автор, может трактовать, имеет на это право. Нет, у Лени Рифеншталь не было фильмов к гитлеровскому юбилею. У неё был фильм о фашизме, а не к гитлеровскому юбилею, не к тезоименитству. Лерочка, ты воспринимаешь это как предупреждение. Она создавала это как воспевание, как идеологическое, культурное, эмоциональное поддержка. Потому что большинство людей воспринимают не идеологические установки, сформулированные в предложениях. Они воспринимают эмоционально вот эта толпа, которая беснуется, приветствует Гитлера, женщины, которые хотят поцеловать ему руки, при этом не произносится ни одной из идеологических установок. Это состояние общества. Вот именно это состояние общества, так сказать, она и создавала. Воспевание, понимаешь, создание эмоциональной среды. Лерочка, это ты так воспринимаешь, зная о последствиях такого эмоционального отношения к нацизму. Нет, я служу по дальнейшему. А она этого не знала. У неё не было ни одного фильма об окончательном решении еврейского вопроса, а победа с доблестного немецкого оружия на фронтах. Не было ничего такого. Окон в лагерях могла бы воспеть, если бы захотела. Ничего этого не было. Поэтому я считаю этого предупреждением. Это не её дело, это не её дело, так сказать, заниматься навозом. Да ничего это не доказывает. У Михалкова, я тоже думаю, что он не хочет заниматься этим навозом. Однако он не хочет делать дешёвки про Абхазию. Понимаешь, не только там великие режиссёры, но даже такие маленькие режиссёры, как Михалков, отказываются заниматься этим дерьмом. Однако дерьмом под названием Путин, 55, он занялся. Его никто за ленту, за, как называется, за видеокамеру не тянули. Пройдёт 15 лет. Я знаю людей типа Михалкова. Он тебе и всему народу российскому будет объяснять, вот так же, как ты про Ленни Рейхенштейн, он будет объяснять, что ничего более обличительного за всю свою карьеру я не создавал. Я показал вам, это неважно, я показал вам, что приближается нацизм, ну что такое, я не знаю, что он скажет. 55, не подействует, не поверил. Лерочка, Лерочка, ну ты же поверила. А после фильма 12, не поверила. Ленни Рейхенштейн, которая знала обо всех этих локиях, знала обо всех этих ужасах. Это неважно, она не боролась с фашизмом, кстати говоря, снимала. Так вот, это трактовка, Лерочка, вот то, чем ты занимаешься, трактовка. Мы пришли к выводу, по-моему, ты с этим все-таки согласен, что идеология или творчество внутри идеологии, это и есть способ поддержки этой идеологии.